Так, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Быстрый и небольшой апдейт по рынку. Биткоин у нас с вами прямо сейчас пробивает локальное сопротивление в 26500, 26600. Отдаляясь на недельный таймфрейм, что мы видим? Что у нас все еще происходит здоровая коррекция с тестом, с ретестом сеточки EMA Ribbon. Посмотрите, как четко мы упали на ретест ее нижней границы, который совпал идеально с 0.5 фибой. Вот этот вот уровень 25200-25300, о котором мы говорили, вот туда мы и упали, собственно. При этом при всем, посмотрите, сетка EMA Ribbon на самом деле, недельная, делает очень важную вещь. Она делает разворот в бычью сторону. То есть, посмотрите, у нее желтые линии, желтые мувинги более быстрые начинают пересекаться с остальными и практически уже пересеклись с красными. То есть, у нас происходит bull cross, золотой крест, можно сказать, на EMA Ribbon с ее повторным ретестом. Так что, ребята, вообще-то это очень хороший знак. Не забывайте об этом. Вот. Тем не менее, мы все еще можем продолжить падение, надо это понимать. Мы можем легко отскочить сейчас чуть-чуть, а потом упасть на 0.618 фибу, например. И вот это уже будет уровень 24000 за биткоин, а то и 23900. Так что, не расслабляем булки. Тем не менее, локально по TRDR'у, что мы видим? У нас отсигналило дно вот здесь вот прекрасно. Вот эти желтые штуки означают очень крупные спотовые покупки. И что мы видим теперь? Что мы скорректировались, ребята, точно до 0.618 фибы. Точно до золотого кармана. Поэтому, не знаю, сейчас может быть все что угодно, конечно. Могут еще рынок покачать. Но, в целом, мы видим локальный аптренд. Мы видим пробитие локального сопротивления. Поэтому, я думаю, что да, я думаю, что лонг, ребят. И напишите в комментариях, как думаете вы. Потому что, что там биткоин? Вот отдалитесь, посмотрите просто, где сейчас биткоин. И посмотрите на тот же самый, я не знаю, NASDAQ. Посмотрите на NASDAQ просто, ребята, где уже он. И какой у него красивый MACD, MoneyFlow и все остальное. S&P 500 тоже, в принципе. И золото, кстати, тоже сейчас, смотрите, тестирует недельную сеточку EMA Ribbon. В качестве поддержки потенциальной. Я уж молчу про NVIDIA, ребят. Посмотрите на Tesla, опять же. Tesla тоже точно отбилась от 0.78 FIBA, как мы отмечали полгода назад. И пошла наверх. И дошла уже до 0.5. По Tesla, кстати, может быть и локальный перегревчик здесь. Потому что тут сильный уровень. И RSI, посмотрите. Но, тем не менее, это все указывает дорогу биткоину, ребята. На мой взгляд, это все указывает дорогу биткоину и перспективным альткоинам. Так что мы все еще ждем вот этих значений, как минимум, в ближайшем и воззримом будущем. Я продолжаю торговать в лонг на Bybit. Снова добираю свои позиции после разгрузки счета. И вы знаете что? BitDAO сейчас самое большое, на что я смотрю, это BitDAO, ребята. Токен Bit. И самый большой лонг, наверное, который я сейчас набираю. Опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Локально у нас тренд нисходящий. Могут побрить. Но глобально, если вы посмотрите, где мы, то я думаю, вам станет все очевидно, какие позиции сейчас нужно набирать. Ну, а у меня на этом все, друзья. Дисклеймер, не финансовый совет. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте, что на FEMIX нулевые комиссии сейчас в кросс-марджине. Я набираю там свой портфель. Ссылка на FEMIX есть в описании. Здесь же можно шортить BNB под 0%, что я, собственно, сейчас и делаю. Продаю BNB и покупаю Bitcoin, ETH, Classic, Lite, Dash и прочие альткоины. Всем профитроли, друзья. Добавляйтесь к нам в телеграмчик. Ставьте лайк обязательно. Ставьте стоп, тейк. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok